Всем привет! Вы на канале Профифутбол. Многие из вас спросили видосы о флаках для защитников. И поэтому в этом видео покажу вам хитрости для игроков в линии обороны, которые помогут вам отобрать мяч у соперника в тех или иных ситуациях. Но если вы хотите хитрости для атакующих игроков, то давайте на этом видео наберем 5000 лайков. Так что если хочешь, то обязательно ставь лайк, ну и подписывайтесь, кто еще не подписан. Ну а сначала хочу порекомендовать вам канал Никнил. Там вы найдете подробный разбор разных техник ударов, обучалки по необычным фишкам и финтам, обзоры новейшей атрибутики и прочий развлекательный контент, связанный с футболом. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Ну а мы начинаем. И первая хитрость – это загон соперника в неудобное положение. Очень часто этот лайфхак используют на фланге. Его смысл заключается в том, что вы специально открываете ту зону нападающему, которая выгодна вам, но не выгодна ему. Чаще всего это бывает угол, где потом вы можете зажать соперника и отобрать мяч. Но помните, что когда вы открываете ему свободную зону, не нужно это делать слишком сильно, иначе вы можете не успеть его накрыть. Следующая хитрость. Когда вы находитесь с соперником на одном уровне, или он вас немного опережает, то можете прихватить его за футболку, тем самым немного сбив его скорость. Но делать это нужно незаметно, одним быстрым движением. То есть только схватили и сразу же отпустили. Не нужно брать и держать его долгое время, иначе судья заметит, и вы получите штрафной в свои ворота. Могу сказать по своему опыту, что такой лайфхак действительно очень часто используют многие защитники. И когда вас только прихватывают и сразу отпускают, судья этого не видит. И в большинстве случаев вы попросту даже не успеваете подумать о том, что вас схватили. И так сказать, показать это судье. Так момент уже упущен, а просто по инеркции продолжаете играть дальше, но находясь уже в менее выгодном расположении. Третий лайфхак это перехват мяча. Часто бывает такое, что одноклубники просят вас закрыть игрока. Но делать это нужно не всегда, так как закрыв игрока соперник найдет другой вариант. Наоборот, сделайте вид, что он открыт, и следите за соперником, который находится с мячом. Обычно игрок ищет варианты, когда находит, то перед пасом он смотрит на игрока, которому будет отдавать передачу, а затем кидает взгляд на мяч. И вот когда вы сделали вид, что соперник открыт, и видите, что игрок готовится дать ему передачу, то резко ускоряйтесь и перехватывайте мяч. Сразу хочу сказать, что такие хитрости чаще всего используются в центре поля, а не возле своих ворот. Там вы должны слушать подсказ защитника и стараться его выполнять. Четвертый лайфхак это ложные выпады. Итак, когда вы отступаете, то делайте выпад вперед, как будто собираетесь вступить в отбор, а затем резко отходите назад. Такое движение иногда дезориентирует внимание соперника и заставляет его рефлекторно убирать мяч в сторону. Но вы уже готовы к этому движению, в результате чего отбираете мяч или находитесь в более выгодном расположении. И, кстати, можете использовать первый лайфхак, загоняя соперника в угол. Но делая такие движения, вы идете на небольшой риск, так как после первого движения соперник может поймать вас на противоходе, кинув мяч в тот момент, когда вы делаете ложный выпад. Так что будьте внимательны. И пятый лайфхак обычно используют на фланге, так как там чаще всего соперник расположен к вам спиной. И вот тогда вы чуть подталкиваете противника корпусом в спину, тем самым выдавливая его к ауту и заставляя хоть немного облокотиться или опереться на вас. И в таком случае, расставив руки в сторону, тем самым показав, что вы его не трогаете, можно резко отойти в сторону и соперник потеряет равновесие. Сильно или нет, зависит от того, как он облокотился на вас. Ну а в комментариях напишите, пользуетесь ли вы каким-то из этих лайфхаков. Если да, то каким. Также я знаю, что обещал вам видео обучение удара головой. Но в процессе монтажа я заметил некоторые недочеты. Постоянно, когда мы снимаем, выходит солнце, и не очень хорошо видно, как и каким местом нужно бить. Так что мы сняли манеж, и в ближайшие дни доснимем необходимые кадры, и видос обязательно выйдет. Так что ждите. Ну на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok